Сегодня у нас это награждение, торжественное награждение победителей конкурса «Спасатель профессии века». Этот конкурс у нас проводится впервые. Конкурс республиканский. Проводим мы его совместно с журналом «Бельские просторы». Дети очень многие мне знакомы. Они участвуют и в других конкурсах. Очень интересные. Я рад, потому что, несмотря на то, что это довольно специфически, часто делают отписки какие-то, тут люди подошли творчески. Это полноценные детские литературные произведения. Я получил большое удовольствие, когда их читал. А в будущем, я думаю, мы продолжим работать. Поступило нам около 150 работ. Жюри рассматривало около чуть более 100. У нас было 4 номинации. Это изобразительное искусство, публицистика, поэзия и проза. Ну, я написала сочинение про 112 номер. Я брала интервью у учителей, у бабушек, у всех, кто живет в моем селе Ангосяк. И проводила опросы. И примерно 10% из населения знают, что такое номер 112. Я представил рисунок. Там я нарисовал корабль МЧС, вертолет МЧС. Они спасали затонувший корабль. Просто мне очень нравится вот работа МЧС, связанная с водой. Поскольку этот конкурс был проведен, решили совместить приятное с полезным. Воспользовались случаем, чтобы показать нашу технику, наших спасателей и наши возможности. Те вопросы, которыми мы занимаемся ежедневно. Мне очень понравилось. Даже вот попробовал вот это вот все сделать там. Пишал с сжатым воздухом. Отличный день. Нам показали все костюмы, как работают спасатели. Я вот даже думала стать спасателем. Ну я, конечно, хотел бы стать изобретателем, потому что это я бы мог изобрести новое снаряжение для МЧС. Немаловажная в нашей работе – это пропаганда безопасности, жизнедеятельности всех категорий, начиная от малышей и заканчивая наших постарелых пожилых людей. Город большой, город индустриально развитый, и опасности могут постерегаться на каждом шагу. Поэтому элементарные правила поведения на улице, на воде, дома должен знать каждый.